Всем доброе утро, ребята. Я сейчас буду краситься. Решила сегодня краситься в зале. Буду смотреть сериал и приводить его в порядок. Мне недавно пришла посылка от Benefit. Первая рассылка косметики. И у них новые вот такие вот милые тональные основы. Они выслали мне три оттенка. Сейчас вам покажу. Один очень темный. Даже, если честно, его отдать некому. И два вот таких вот. Смотрите, вот этот вот прям светлый-светлый. И вот этот вот немножко такой желтый. Ну, хотя, если вот так вот сделать, то не желтоватый. Но все равно с таким желтеньким подтоном. Вот. Так я вот этот вот хочу оставить себе на зиму. Как раз я зимой очень белая. И вот этот вот оттенок отлично подойдет. А этот буду сейчас летом использовать. Смотрите, какая милая коробочка. Сейчас я вам покажу. Третий тональник, который здесь был. Он очень темный. Смотрите, какой. Это пятерочка. Супер темный. Мне такой вообще никогда не подойдет. Я даже до такого оттенка никогда не загорала. Так что очень милая упаковка. Мне так понравилось. Так что я эту коробочку выкидывать не буду. А поставлю ее вот здесь. Он будет стоять. Такие сердечки. И улыбочка. Не знаю. Как по мне, очень даже мило. Ладно. Берем тональник. И идем краситься. Всем привет! Расскажи, откуда ты вернулся. Я вернулся от зубного. Представляете? Видно? Все. Сейчас камера сфокусируется. Поставили ваникапы. Ура! Такие прикольные. Прикольные? Угу. Как тебе? Слюнии много. Ну ты привыкнешь. Мы с тобой теперь эти слюнявчики. Что тебе в сумочке дали? Куча сего. Тут фактура. Мне дали жидкость, чтобы чистить эту капу. Ааа. Ну как? Хочу посмотреть. Ну это как бы пробник. А, нужно купить большую? Через 10 дней она становится такая, как бы темнеет или желтеет. Я не знаю, что именно становится. И нужно заливать в эту жидкость, она чистит ее. Ааа. Вот. Также мне дали вот такую штучку. Инструкция. Да. Ух ты. Эй, храните. Вот здесь хранится, которую постоянно носишь. А вот здесь хранится та, которая, ну старая. На тот случай, если я теряю, которую я ношу постоянно, у меня будет всегда старая, чтобы я не оставался без капу. Вот. Но так как у меня это первая, у меня нет старой. В общем, когда мне дадут вторую, я сюда эту беру, а здесь будет моя актуальная. Еще мне дали там такая резиночка. Она для... То, чтобы кусать. Буду каждый день кусать. Ааа. Она открывается. А зачем кусать? Такая резиночка, ну вот так оберать. А зачем это? Чтобы они плотнее сели? Ага. Не больно вставлять, снимать? Вообще. Вообще? Супер. Когда тебе следующий раз? В понедельник. Да ладно. Уже? Да. А зачем? Новый капа? Мне нужно там к врачу. Я мне, ну, все это устанавливала не врач. Ну так. Медсестра? Медсестра. А мне нужно пообщаться с врачом, так как у меня еще два зуба есть дополнительных. Ну, он хочет нашли какую-нибудь визу. А, понятно. Мне, кстати, показали симуляции моих зубов. Да? Медсестра будет ровненько. Угу. И как тебе? Она телефон заснял. Круто. Покажу, может быть. Может быть, не знаю. Вдруг у меня ничего не получится. Ну, вы знаете. Ну, говори, что немножко по-странному. Ну, она говорит, что поначалу будет по-странному, потом привык мишень. Ну, я не могу до конца зубы сжать. Она пластик не дает. Получается, как бы я... Типа щели. Ну, я как-то не договариваю. Но R я могу говорить прекрасно. Ну, да. У тебя что, ничего? Нет? В отличие от меня. Ага. Не, ну что? Наконец-то, кстати, многие спрашивали, когда, когда. Вот. Да, мы вчера позвонили и сегодня все уступили. Да, так что. Все, мы теперь с Ваней за бастики. Ваня, через сколько тебе? Через год все будет ровное? Мне 14 недель курс первый. И за эти 14 недель они смотрят, как у меня двигаются зубы. Потом делается второй курс. Заново заказываются эти капы. Ага. И там уже в зависимости от того, как у меня прошел первый курс. А, рассчитывают по времени? Ага. Понятно. Ну, в среднем одну капу носятся две недели, она сказала. Ага. У меня сейчас пришло 14 кап. 14? Да. Круто. Классно, поздравляю тебя. Спасибо. Ребята, мы в новой машине сидим. Но мы ее еще пока не купили. Мы просто сидим, пробуем, смотрим. Вот, сели в Mercedes CLA 220. Вот, смотрим. Ну, неплохой такой Мексик. Классный, можно сказать. Какой-то в зоне выглядит. Вот, это вот мы приехали. Тут достаточно большой салон. И единственная, наверное, машина, которая нам понравилась, да? Да. Нам еще другая понравилась, но... Она старенькая. Мы хотим посвежать взять, потому что наша машина тоже. Она у нас с 2007 года. Ей уже 11 лет. Не, подожди. Мы каком году? Как душно. Мы в 2018 взаимосвязь сейчас. Ну, в 11 лет больше машине. Угу. Ну что, поехали дальше, посмотрим. Ну, поехали. Сейчас вам снаружи покажем. Ну, вот такой вот Мексик. Крутой. Ну, блин, мне он больше нравится снаружи, чем внутри. У меня тоже. Да? Угу. А должна, машина-то внутри тоже нравится? Такой вот Мексик. Как бы красивый, ничего не скажешь. Сзади тоже, посмотрим. Машин здесь очень много. Вот такой вот. Красивый, ничего не скажешь. Есть Ашки, но Ашка. Ашка, может ли я тебе белый или чёрный цвет? На самом деле мне на цвет всё равно. Да. Угу. Вам эта машина ничего не напоминает? Смотрите. Сколько она здесь стоит в салоне? Ну, это из-за того, что она кабриолет. И сразу намного дороже становится. Ну, и сиденья тут другие. Кожаные, да? А, и этот. Телла. Да. Кстати, у почти всех машин здесь идет кожа и ткань. Смотри, какие... Ой. Смотри, какие сзади. Сиденья совершенно другие. Ну да, она отличается всё-таки. Ну, панель его всё то же самое. Так у нас в дереве, потому что у нас элеганс, а это авангард, наверное. Да, это авангард. Поэтому немножко отличается. И у нас 220, а это 200. А так, прикольно. Я ещё не видел таких старичков в салоне Мерседес. Да, у них какой-то, какой-то тут открывается. Ага. Не, он тоже другой. Ну, правильно, тут же система этого. То есть сиденья дорогие. А, тут выезжает. Тут же крыша, да. Тоже, у них крыша поехала. Ой. Чуть не нахожусь. Да, и самое прикольное, в салоне Мерседес продается Peugeot. Ладно. Да, ну там ещё, кстати, тут ещё Ауди есть. Да, пошли посмотрим, может, что-то ещё есть. Мы заехали в супермаркет. Ваня берёт сок апельсиновый. Я взяла сливы, клубнику. Чё нам ещё надо? Даже не знаю, что нам ещё нужно. Наверное, больше... А, нам нужно молоко. Мы вообще сюда приехали из-за молока. Что у нас молоко закончилось. Ребят, мы уже вернулись домой. Уже даже поужинали. Ну, в общем, нам, так сказать, захотелось очень горячих бутербродов с чайком. Я хочу вам рассказать насчёт моих... Ээээ... Зубиков. Капаешь? Капа? Капа, да. В общем, в принципе, они никак не мешают. Единственное, много средней выделяется, но это первые несколько дней будет. И всё время есть такое ощущение, как будто хочется сжать зубы. А они... Их не как бы... Видите, пока выглядели здесь. Они не соединяются. Видите? Ну, короче, хочется и сжать, прям поражать, или что-то кусать хочется. Вот такое какое-то странное ощущение. Но это тоже всё пройдёт. Я потом через время уже чувствовать не буду, что они на меня надеты. Говорю немножко сейчас... Ну, в принципе, нормально, да? Да, в принципе, да. Чуть-чуть, конечно, чувствуется. Но самый прикол, то, что, когда мы пришли к родителям, мы специально ничего не говорили. И просидели, ну, не знаю, с полчаса, наверное, общались. И они не заметили. Потом я просто снял капы, и они увидели. Вот, так что... Короче, проверили на деле. Да, проверили, никто не обратил внимания. Возможно, если бы мы чуть больше общались, они бы заметили. Вот такой вот... Ш... Ш... Эти вот буквы ш... Ш... Шипящие. Немножко странно произносится. Вот. Но самый прикол, когда я ем, я должен их снимать, есть, потом полоскать рот, и зубы чистить, и назад их вставлять. Получается, что... Вот. Мы захотели сейчас перекусить. Сейчас целый геймор будет. Мне нужно будет их снять, поесть, и опять это все сделать. Но я готов к таким мокам. Если хочется... Еще такие штучки, крепления есть. Но их не видно, наверное. Они, вот, видите, беленькие. Вот это вот, и вот это. И когда я ем, они мне защемляют губы, и я, короче, уже верхнюю губу вот это вот с этой стороны все поприкусывал. Я думаю, это через время пройдет, но, жесть. Я теперь ем вот так вот. А так, в принципе, нормально. Я рад. Мне кажется, это все равно удобнее, чем брекеты. Да? Ты как думаешь? Я не знаю. Ну, не болит. Ну, возможно, еще не время. Чувствую только дискомфорта. А так нормально. Ты пьешь. Завтра вам расскажу. Ну, вот ты расскажи, как ты поел, ты чувствуешь уже под твои передние зубы. А, да. Я когда начал есть, я почувствовал, что у меня уже нижние зубы сдвинулись, и я когда ел, они цеплялись. Хотя, когда я ел, ну, когда смыкаю челюсть, смыкаю, они не должны касаться. Так, уже начали касаться. Видать, все, уже действие пошло. Недельку поношу, и все. Эти зубы будут на месте. Или нет? И румянестые вкусняшки. Пахнет-то как. Ням-ням-ням. Стрелочки. Ой, красота. Чайок уже готов. Сериальчик стоит на паузе. Так что, все чеки-пуки. Всем приятного аппетита. У этого, блин, сериала второй сезон. Все круче и круче. Все запутаннее. Все настолько, а, да я вообще, если бы завтра не рано вставать, то мы бы смотрели, и смотрели, возможно, бы даже за эту ночь бы досмотрели до конца сериал. Потому что, реально, сейчас очень интересно. Вот второй сезон, мне кажется, даже поинтереснее будет, чем первый, на самом деле. Ваня пошел купаться. Я сейчас иду умываться, чистить зубы, и будем ложиться спать. Так что, ребята, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok